Здравствуйте, с вами вновь Александр. И в преддверии летнего сезона, сезона отпусков, я хочу провести небольшой сравнительный обзор двух хорошо подходящих для лета колясок. Это немецкая коляска бренда Cybex, называется Source. И ее, на мой взгляд, конкурент это компания Aprik, это японский бренд. Модель называется Magical Air. Так что давайте же их сравним повнимательнее. Вот эти две коляски, Aprik, Magical Air и Cybex Source. Давайте немножечко их посравниваем. И перед этим скажу немножечко, напомню, так скажем, технические характеристики. Они предназначены детям с 6 месяцев и до 3 лет. И вес ребенка не должен превышать 15 кг. Кстати, на моем канале отдельно есть обзор на каждую из этих колясок. В описании к этому видео я выложу ссылки, поэтому сможете познакомиться с этими обзорами по отдельности. А сейчас давайте их сравним. Начнем, как обычно, мы сверху, сравнение ручек. Ручки у колясок одинаковые, обе прорезиненные материалы имеют. Хват такой достаточно удобный. Но ни у одной, ни у другой коляски нет возможности регулировки по высоте ручки. На мой взгляд, нужно перед покупкой обязательно примериться. Козырьки. Козырьки колясок, они достаточно глубокие. Ну, как всегда, хотелось бы побольше, но тогда будет, наверное, все потяжелее. Весит, кстати, Source 3 кг, Magical Air 2,8 кг. Ткани в козырьках у Magical Air здесь такая, знаете, типа баллоне, что-то, видимо, непромокаемое. И здесь маленькая секция с сеточкой. У Source здесь просто идет мягкая, приятная, тактильная ткань. Вот. И она промокает наверняка стопроцентно конкретно весь козырек. А здесь эта часть нет. Дальше. По поводу размеров козырьков. Вот я их вам боком поставлю. По объему у Source козырек все-таки побольше, чем у Magical Air. Да, причем заметно. Но по глубине охвата вот самого ребенка, они, в принципе, одинаковые. Вкладывается очень просто. Здесь мы берем, оттягиваем обратно, а тут нужно освободить распорочки и сложить его в обычное положение. Дальше. Что касается самого сидения в этих колясках. Сейчас я вам покажу их в сидячем положении для начала. Вот. Так это все выглядит в сидячем положении. Вот. Да. Угол, в принципе, у них одинаковый. Сидения по высоте практически одинаковые. У Source немножечко, буквально на пару сантиметров, сидений будет повыше. Что касается безопасности, установлены у обеих колясок одинаковые пятиточечные ремни. Единственное, что в априке на паховую зону ребенка ремень обтянут мягким материалом, подушечкой своего рода. На мой взгляд, это классно. Также для безопасности в этих колясках предусмотрен ремень, ой, не ремень, пардон, бампер, который, он гибкий, отстегивается легко. Убрали сторонку, посадили ребенка и одели обратно. У Априкама и Джекал Эд абсолютно та же ситуация. Эксплуатации очень легко. Теперь давайте сравним углы наклона в лежачем положении. Для того, чтобы положить, здесь присутствует система ремней необычная. Нажимаем кнопочку, вот так оттягиваем и давим спинку в Априко. Просто тянем за маленькое колечко, также установлены тросики. Нажимаем. Все, по углу наклона вы прекрасно видите, что Source имеет более горизонтальное положение, чем Априко. Сейчас я вам с лицевой стороны покажу. Это видно прекрасно, что в положении сна все-таки у Source получше. Здесь ребенок практически полноценно лежит. Дальше. Давайте рассмотрим с вами шасси. Колясок по конструкции. Они очень-очень сильно похожи. По качеству изготовления, разницы между ними я не вижу абсолютно. Обе коляски сделаны неплохо. И основное отличие в этих колясках, это в размере и в диаметре колес. В Априке колеса меньшего диаметра и они более, знаете, такие тонкие. У Cyborg Source здесь уже колеса покрупнее, большего диаметра и они заметно толще. И еще большая разница у них в багажных отделениях. В Source реально для такого размера коляски сделан полноценный большой багажник. Он, видите, прекрасно. Он еще и глубокий, вместительный. Максимально полезно использует пространство нижней части коляски. Производители сделал большую секцию багажную. В Априке здесь сильно не заморачивались. Сделали маленький такой вот, маленький-маленький, я бы сказал, даже отсек. Туда можно положить что-нибудь такое маленькое, легкое. Пару бутылочек, может быть, что-то еще. Но не более того. Что касается колес. Блокировки колес давайте посмотрим повнимательнее. У Априке тормоз имеется отдельный на каждом колесе. Блокируется и она стопорится. Потом отжимаем кнопочки, они разблокируются. Спереди же колеса имеют возможность блокировки для преодоления какой-нибудь неровности. Заблокировали. Вот, и спокойно едем. Теперь посмотрим, как здесь дела обстоят у Cyborg Source. Здесь, на заднем колесе, один тормоз, который блокирует оба колеса. Благодаря вот этой системе тросика, идущей ко второму колесу. Все заблокировали. Отжимаем. Едем дальше. И также мы можем, имеем возможность заблокировать передние колеса для преодоления неровности. Вот, по функционалу коляски, в принципе, абсолютно одинаковые. За исключением, там, разного диаметра колес, разного размера багажного отсека. У Source есть возможность все-таки наклонить спинку более в горизонтальное положение. У Apriki, мне кажется, немножко маловат наклон. Вот, собственно, и все. Что касается тканей, ткани, тут, знаете, ткани у обеих колясок, на мой взгляд, очень приятные. Тактильно, износостойкие, на мой взгляд, ткани. Товарный вид, так скажем, долго терять они не будут. Вот, козырек, как я уже говорил, здесь тоже немножечко разный. По объему они схожи, у Source чуть-чуть побольше. Но вот у Apriki здесь все-таки ткань, если вдруг там морозняк, какая-то дождик, вот эта ткань будет дольше промокать, чем у Cybex компании. Так, теперь посмотрим, как они складываются. Для этого у них используется одинаковая система. Сверху кнопочки. Нажимаем. Сложили. Здесь то же самое. Вот, вы видите, в сложенном виде они, в принципе, очень похожи. Apriki немножечко, все-таки чуть-чуть поменьше. Ну, они обе и так очень маленькие, поэтому я считаю, что это, знаете, не сильно важно. Обе они будут маленькими. И поместятся, в принципе, в любой багажник. И вес у них там разница всего в 200 грамм. Тоже, считаю, они значительные. Вот. В принципе, все, что хотел вам рассказать, я вам рассказал. Выбор, как всегда, за вами. Еще хочу, в свою очередь, поблагодарить магазин. Первая коляска, которая предоставила коляске для нашего сравнительного обзора. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал и ждите новых обзоров. И удачи вам. Всего доброго.